35-летний Янис Терзис знает, как скользить над знаменитыми египетскими пирамидами в Каире. Используя свой парамотор, Янис мог заснять захватывающие виды на всемирно известные достопримечательности. Он подбирается все ближе и, кажется, находится в опасной близости от того, чтобы врезаться в кирпичи пирамиды. Но в итоге его ноги едва касаются вершины. Вот что значит настоящая свобода. А вы бы хотели так попробовать? Напишите, что вы думаете об этом в комментариях. Это точно не самый большой и сильный парень на Земле, но он точно самый упрямый. Арслан Каратаев с 15 лет занимается в зале и не представляет свою жизнь без спорта. Чтобы добиться таких результатов, выход один. Нужно пахать как проклятый. Я, наверное, когда-нибудь тоже так смогу, но это не точно. Кристина Макушенко, чемпионка мира по синхронному плаванию. Стала звездой социальных сетей. Посмотрите, как она выполняет лунную походку под водой. Ее танцы выглядят очень увлекательно. Такого я еще не видел. Если вы не хотите прокручивать ее тикток, вот вам видео с подборкой некоторых самых интересных моментов. Познакомьтесь с Уокером Вудрингом, 11-летним американским лыжным вундеркиндом. Судя по его выдающимся и невероятным видео, талант и профессионализм этого парня зашкаливает. В то время, как большинство детей изучают математику или естественные науки в классе, Уокер покоряет склоны и выполняет сложные трюки. Когда он не катается на лыжах, Вудринг любит серфинг, катание на скейтборде и роликах. Круглый год он оттачивает свои навыки, чтобы быть лучшим в своем деле. Айя Акробой – настоящий зверь. Его тренировки настолько интенсивны, что он тренируется как настоящий профи. Вы должны быть мотивированы и полностью посвящены практике, чтобы получить такие результаты. Кстати, он мечтает попасть на Олимпиаду. Думаю, у него есть все шансы. Давайте поддержим его и поставим лайк этому видео. Амир Ильяси точно знает, как привлечь к себе всеобщее внимание. В своих видео он показывает невероятные ловкие трюки на бильярдном столе. Чтобы добиться такого уровня, он тренируется по 5 часов в день. Ведь дома у него находится несколько игровых столов. Настоящий фанат своего дела. Вы только посмотрите, что творят эти ребята. Настоящие мастера своего дела. Особое уважение тем, кто держит всех остальных. Следующий их уровень должен состоять из 15 человек. Но самое главное – не сломать турник. Но это еще не все. Давайте оценим другие их трюки. Сандя – разновидность традиционного китайского ушу, который отличается жестким полноконтактным боем. Истоки этого вида берут начало из практики традиционного кунг-фу, усовершенствованного китайскими военными под боевое искусство. Сандя – это скорость, сила и техника. Предлагаем вам посмотреть, как изучают это искусство в одном из знаменитых залов Китая. Выглядит невероятно круто. Этому парню нравится кататься почти на всем, что имеет колеса. Обычный скейтборд ему уже не интересен. Он выполняет удивительные трюки на роликовых досках. Лэнс Лин тренируется так каждый день и приносит радость по набережной Сан-Диего. Крутой чувак, согласны? В 2018 году Антонио Лопес встал на весы и увидел сообщение об ошибке, означающее, что он превысил 600 фунтов. Это было последней каплей, и он решил изменить свою жизнь. Лопес начал сразу документировать свои попытки питаться разумнее и регулярно заниматься спортом, а также восстановить свое здоровье. Через слезы и пот он добрался до вершины, и вот что из этого вышло. Респект таким людям за мотивацию и пример, как нужно не сдаваться и идти только до конца. На ваших экранах один из видов мотофристайла. Эти ребята бросают вызов законам гравитации, чтобы пройти препятствия и показать зрителям невероятно крутые акробатические прыжки. Очень сложный технический вид мотоспорта, для которого нужно хорошо уметь держать равновесие. Как говорят спортсмены, вначале будет сложно запрыгнуть на обычный дорожный бортик, но через несколько занятий захочется покорить небоскреб. Вы только посмотрите, какая сила, мастерство и грация в такой юной девушке. Она сделала потрясающее выступление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова